Это часы. Внутри пружина, цепляют друг друга шестеренки, тикает анкерный механизм. Определять по ним время умеют все, но мало кто может замедлить или ускорить их ход. А чтобы разобраться в устройстве часов, нужны особые инструменты и специальное зрение. Природа гораздо сложнее, чем любой механизм. Вы никогда не услышите, о чем переговариваются при помощи ультразвука суслики. Не поймете, как жук с корабей строит шар идеальной формы. И не увидите, как тарантул сверкает глазами в ночной степи, если я не научу вас слышать, видеть и понимать. Я Илья Долгов, биолог и оператор. Я умею замедлять время и ускорять события. Я могу делать невидимое видимым и способен объяснить вам, как работают тайные механизмы природы. Кажется, что природа здесь очень скудна и однообразна. Куда ни посмотри, везде одинаковые пейзажи. Небо, идеально ровный горизонт, скудная растительность под ногами. Взгляду не за что уцепиться. Да и чтобы повстречать тут кого-нибудь, нужно очень постараться. Ведь все местные обитатели, чтобы выживать в таких непростых условиях, вынуждены постоянно куда-то спешить. Жизнь тут находится в непрерывном движении. Противостоять нужно то палящему солнцу, то сухому ветру. Часто приходится мириться с недостатком пищи. Но обычно дефицит влаги не позволяет никому тут сидеть на одном месте. А все, кто выбрал для жизни степь или полупустыню, по сути своей являются кочевниками. И люди, и животные, и даже некоторые растения. Но я уверен, все, кого мы тут увидим, очень интересны и заслуживают особого внимания. А самое главное, существуют в тесной взаимосвязи друг с другом. И сегодня я предлагаю разобраться, как же устроен этот непростой механизм жизни. Мы с вами в Калмыцких степях, расположенных между Черным и Каспийским морями. Этот мир действительно открыт всем ветрам, которые не встречают на своем пути никаких препятствий. Плоские, как стол равнины, покрытые травой. На первый взгляд, жизни тут почти нет. Но это заблуждение. На самом деле, калмыцкие степи полны жизнью, как африканские джунгли. Надо просто знать, куда и как смотреть. Большинство степей, в том числе и те, которые расположены в Калмыкии, отличаются континентальным или засушливым климатом. Зимой температура здесь способна опуститься до минус 35 градусов. Летом же столбик термометра может показать плюс 45 градусов по Цельсию. Такие климатические особенности сказались на образе жизни местных обитателей. У большинства трав здесь гибкие стебли и сильные длинные корни. Это позволяет им хранить и добывать питательные вещества и не ломаться под действием ветра. Хотя эта зелень и не выглядит особо пышной, растения здесь – основа жизни. Степь может прокормить очень много животных, от маленьких насекомых до крупных млекопитающих, таких как сайгаки. Растения, конечно, умеют приспосабливаться к самым разным условиям. Но степь иной раз подкидывает им довольно сложные задачи на выживание. И судя по тому, как они освоились в степи, растения успешно решают эти задачи. Правда, им не обойтись без помощников. Их мы сможем разглядеть немного позже. В степи спешить нужно всем, даже растениям. Многие из них пытаются застать самый благоприятный период для цветения. А это, конечно же, весна, когда еще нет палящего солнца и относительно много влаги. То есть, когда идут дожди. И вот, когда эти факторы складываются, цветы появляются быстро, дружно, как по команде. И покрывают ярким ковром целые участки степи. Но также быстро они исчезают. Более того, у многих растений исчезают даже листья. Когда наступает жара. И большую часть года они проводят под землей в виде луковиц или клубней. Растения с такой жизненной стратегией называются эфемероиды. И главный эфемероид калмыкии – это, конечно же, тюльпан. Это, например, тюльпан Биберштейна. Нам с вами повезло. Всего на несколько дней в году степь преображается и меняет обычный для себя серый цвет на настоящее буйство красок. Распускаются цветы. Вслед за ними зацветают злаки. Это самое начало ежегодного цикла степного механизма. На цветы прилетают насекомые опылители. А вслед за ними пищевой ценностью растений охотно воспользуются и остальные обитатели этих мест. Чтобы подобраться к этому любителю степной растительности, мне пришлось потратить около часа. Уж больно он осторожен. При малейшем движении и намеке на опасность прячется в норе. Но мне удалось к нему подкраться. Вот, полюбуйтесь, суслик. Неутомимый заготовитель зерна и сена. Любой фермер позавидует. Посмотрите, как удачно суслик приспособлен для жизни в степи. Когда он прячется в нору, то может, высунув морду, обозревать окрестности и оценивать опасность. Его глаза расположены на верхней линии головы. А громкий крик далеко разносится по плоскому ландшафту, обеспечивая связь между разными колониями сусликов. Кстати, ученые выяснили, что суслики общаются между собой не только в слышимом диапазоне, но и на ультразвуке. Суслик – важная и полезная часть степного механизма. Тут на равнинах многим уязвимым перед хищниками животным приходится рыть норы. Так поступают грызуны, суслики или, например, слепушонки. Дневным хищным птицам их очень сложно поймать, а там, под землей, для них самих очень много пищи. Норы, вырытые грызунами, прекрасно рыхлят и снабжают воздухом плотную слежавшуюся почву. Заметно, что возле нор сусликов растительность даже гуще, чем там, где их нет. Работами по облагораживанию почвы занимаются не только суслики. Вот еще один местный почвовед – слепушонка. Она так увлечена строительством своего дома, что подпустила меня с камерой совсем близко. И теперь у вас есть возможность рассмотреть в деталях этого осторожного зверя. Вы удивитесь, но ближайший родственник слепушонки – знакомый всем хомяк. Правда, подземный образ жизни сильно изменил облик слепушонки. Ни у одного хомяка нет таких длинных, растущих прямо через верхнюю губу резцов. С их помощью слепушонка может копать даже очень твердую почву. Глаза под землей не особо нужны, поэтому они уменьшились до крошечных точек. От ушных раковин слепушонка и вовсе избавилась. В норе большие уши только землей забьются. Безмятежной жизнь сусликов и слепушонок в степи не назовешь. Здесь живет много желающих поживиться их мясом. Совсем недалеко от меня прогуливается леса. Видимо, у нее как раз время обеда, и она разыскивает добычу, не обращая на меня внимания. Умная, понимая, что в руках у меня не ружье, а камера. А вот и главные любители поесть степных грызунов – дневные хищные птицы. Высоко в небе парит степной орел, высматривающий задевавшегося суслика. Орлы – следующий уровень механизма степной жизни. Несмотря на то, что эти птицы крупные и сильные, проблемы есть у них. Из-за того, что деревьев в степи немного, им приходится гнездиться прямо на земле, где их яйца может утащить леса или растоптать крупное копытное. Смотрите, такие сцены из интимной жизни степных орлов мало кто видел. Но нам с вами удалось подсмотреть брачный ритуал этих пернатых хищников. Думаете, хищные птицы охотятся только с воздуха? Ничего подобного. Видите, среди травы бродит яркая птица с огромным хохолком. Это удод – тоже неутомимый степной охотник. Среди травы он не прогуливается, чтобы сбросить вес, а высматривает добычу. Стоит удоду заметить насекомое или маленькую ящерицу, тут же следует мгновенный бросок. Доля секунды – и жертва уже в клюве. Мы только начали знакомиться с принципами работы механизма калмыцких степей. И уже успели убедиться, что здесь обитают необычные и странные создания, ставшие таковыми, чтобы приспособиться для жизни в этих местах. Но самые интересные творения здешней природы ждут нас впереди. Смотрите, с кем нам предстоит встретиться. Это самый успешный землекоп из мира насекомых. Вот снимаю я, как жук с корабей роет себе нору. И наблюдая за ним, понимаю, что это идеальная землеройная машина. Небольшая, но чрезвычайно грозная ящерица. Она встает на передние лапы, открывает широко рот. И в принципе она очень бесстрашная и пугает практически любого противника. И опасный жук, который осмелился напасть даже на меня. А-а-а! Больно, но не критично, кожу не прокусывает. Работа механизма степной жизни удивительна и на первый взгляд непонятна. Смотрите, трава привлекает огромное количество травоядных копытных. Раньше это были сайгаки, а в более древние времена зубры, лошади и прочие любители травянистой растительности. Теперь их место занял домашний скот. Кажется, что ничего кроме вреда копытные степи не приносят. Ведь они активно поедают траву. Но нет, они же удобряют почву. Без навоза травоядных флора степи очень быстро выродилась бы. А сама степь превратилась в пустыню. На земле есть места, где это уже произошло. Но в калмыцких степях механизм жизни пока сбалансирован. Кстати, навоз не только отличное удобрение, но и желанная добыча для некоторых необычных обитателей степи. Давайте их разыщем. Похоже, что в этой экспедиции моим главным инструментом будет не камера, а лопата. Ведь жизнь на ровной поверхности вынуждает многих обитателей степей и полупустынь взорваться поглубже. В землю или в песок. Так, вот он. Ой, да крупный какой. Вот этот жук называется священный скоробей. Тот самый, которого очень сильно почитали древние египтяне. Когда он катил свой шарик по пустыне, египтяне олицетворяли его с богом солнца, который катил по небосводу солнечный диск. Вот он, уже с добычей. Скатал навозный шар и упорно катит его в каком-то понятном только ему направлении. Скоробеи катают свои шарики из навоза по степи. Не просто так. Они ищут подходящее место для того, чтобы их закопать. Они делают аккуратную норку, внутри специальную камеру для потомства и закапывают туда свою добычу. И вот, посмотрите, нам повезло. Сейчас ветер сдул лишний песок, и мы можем увидеть старое сооружение скоробея, где он выводил свое потомство, можно сказать, воспитывал своих детей. Посмотрите, тут аккуратненько лежат три навозных шарика. Но как скоробею удается выкопать нору в степной почве, которая по твердости иногда напоминает камень? Давайте выследим скоробея и выясним это. Вот снимаю я, как жук скоробей роет себе нору. И наблюдая за ним, понимаю, что это идеальная землеройная машина. Почва тут довольно плотная, жесткая, но он очень хорошо с этим справляется, потому что пользуется своей передней частью тела как настоящим ковшом. Ну и правда, у него голова похожа на ковш экскаватора с такими же зазубринками. И самое главное, жуки-навозники очень сильные. И совсем недавно ученые признали, что одно из самых сильных насекомых это как раз навозник антофагус. Но, глядя на скоробе, я понимаю, что он, скорее всего, в силе не уступает. Скоробей – не единственный в степи охотник за питательным навозом. На этот ценный пищевой ресурс претендуют и его родственники. Согласитесь, их облик может удивлять. Это жуки-копры. В переводе с греческого «копрас» – это помет. Шары из навоза копры катать не умеют, но потребляют его не менее активно, чем скоробей. Поиски животных днем оказались успешны. Нам удалось увидеть много обитателей степи, предпочитающих дневной образ жизни. Но неужели с уходом палящего солнца жизнь здесь замирает? Предлагаю пойти и проверить. Я совсем недалеко отошел от палатки и тут же поймал тарантула. Найти его было очень просто. У него ярко светились глаза, они отражали свет. И глаз на меня со всех сторон смотрело очень много. Жизнь вокруг кипит. Обитатели ночной степи скрытны. Но нам удается не только рассмотреть их, но и услышать. Если остановиться и прислушаться, то можно услышать жужжание. Это начался ночной лед жуков. Сейчас активны самые разные виды. Например, можно поймать копра или навозника землероя, или хруща. Но самое главное, что эти крупные насекомые служат пищей для многих других обитателей степи. Калмыцкая степь сформировалась в результате отступления Каспийского моря. Колебания уровня воды, в котором за последние 3000 лет, достигали 30 метров. Из-за этого почвы в степи сильно засолены, а многие ее участки подвержены опустыниванию. Думаете, степь – это только заросшие травой равнины? Пройдем всего несколько километров и окажемся в совершенно другом мире. Чем интересно это место? Да прежде всего тем, что в нашей стране практически нет настоящих пустынь. А сейчас мы находимся там, где барханы и дюны встречаются со степью. То есть это такая пограничная зона. И еще мы находимся тут в очень удачное время, когда наступает весна, когда становится теплее, когда больше осадков. И это очень сильно оживляет местную жизнь, местную флору и фауну. И это очень сильно облегчит нам поиски тех немногочисленных животных, которые тут встречаются. Между степью и пустыней идет постоянная война. Пески наступают на травянистые равнины и стремятся поглотить их под собой. Единственное, что может остановить пустыню – растения. Вам может показаться, что союзник – это довольно маломощный и слабый. Но посмотрите, как отчаянно растения оцепляются за жизнь среди голых песков. И оцените, насколько изобретательны некоторые из них. В таких местах ветер – главный помощник растений. Он помогает им разносить семена. Но некоторые любят прокатиться верхом. То есть используют еще дополнительные способы. Вот, например, на этих плодиках есть специальные крючки, которые могут зацепиться за шерсть какого-нибудь животного, например, овцы, и уехать отсюда куда-нибудь очень далеко. И потом прорасти. Пески выглядят совершенно безжизненными. Но я уверен, здесь есть кого поискать. Раз на улице прохладно, и пески еще не прогрелись, буду искать животных в их убежищах. Жители этих мест любят прятаться под камнями или под обвалами таких вот глиняных останцов. Пока никого нет, но я вижу останки жуков. Явно их кто-то сгрыз. Вот она. Ремиа саргута. Или разноцветная ящерка. Очень успешный охотник степей и полупустынь. Бросается стремительно на всех насекомых, которые подходят по размеру. Но самое главное, она охотно лакомится муравьями, которых тут очень много. То ли ящерка не проснулась, то ли я ее почти до смерти напугал. Даже не пытается сбежать от меня. Но вскоре нам встретится животное, за которым придется хорошенько погоняться. Вот она. Ушастая круглоголовка. Это очень агрессивная ящерица. Можно она занимать чужие норки и всегда жилище свое, которое она заняла, обороняет. И от других агам, и от ящериц, которые на нее покушаются. Очень у нее забавная поза угрозы. Она встает на передние лапы, открывает широко рот, расправляет складки, которые находятся в уголках рта. И завевает в спираль хвост. И в принципе она очень бесстрашная и пугает практически любого противника. В отличие от своей родственницы, радужной ящерки, агама сразу показывает характер. Крутится изо всех сил и даже пытается меня укусить. Но придется ей немного потерпеть. Прежде чем отпустить ее на волю, я хочу показать вам, насколько это совершенный обитатель песков. Например, глаза у нее защищены специальными орогаевшими кожными складками, которые очень напоминают реснички. Специально, чтобы туда не попадал песок. А на ногах есть... Не на ногах, на пальцах ног. Есть специальные грибневидные отростки, которые не позволяют лапкам агамы проваливаться в песок. И благодаря этому она может развивать большую скорость. Ящерица отправляется по своим делам, а я на поиски других обитателей песков. На этот раз копаю без лопаты, потому что тут песок рыть очень легко. Может, конечно, укусить, но это явно не змея там живет, так что бояться тут мне некого в этих песках. Вот, кого-то я твердого нащупал. Вот, мои предположения подтвердились. В этой норке жил не жук с коробей, а хищная жужелица. И действительно, лакомилась она насекомыми. Это явно ночной хищник. Посмотрите, у него уплощенное тело и очень мощные челюсти. А меня не хочет кусать. Испугалась, наверное. Больно, но не критично. Кожу не прокусывает. Научное название этой жужелицы – скорит песчаный. Сразу понятно, какие места обитания она предпочитает. Жужелицу явно смущает дневной свет, но я непременно хочу показать вам ее поведение в естественных условиях. Для этого надо обеспечить нашей актрисе спокойную обстановку. Убедились, какие страсти кипят среди безжизненных с виду песков. А теперь я приглашаю вас на прогулку в места, выжить в которых на первый взгляд невозможно. Все-таки есть места, в которых для того, чтобы выявить тайные механизмы природы, недостаточно обычной наблюдательности. Ведь на первый взгляд жизни тут нет совсем. Действительно, условия обитания в этом озере очень суровые. Ведь оно образовалось на дне высохшего, отступившего моря. И соленость воды тут просто зашкаливает. Она может поразить наши рецепторы и убить, конечно же, все живое. Но все-таки какая-то жизнь тут есть. Посмотрите, вода имеет розовый оттенок или красноватый. А это свидетельствует о том, что тут в изобилии живут солоноводные бактерии и водоросли, которые придают воде такой цвет. Место очень живописное. Я думаю, нужно тут обязательно остановиться и немного поснимать. Красота этого места завораживает. Хотя очарование это немного пугает. Пока устанавливал камеру, убедился, насколько соленая тут вода. Посмотрите, вот ветка, которая пролежала какое-то время в этом озере. И она покрылась вся крупными кристаллами соли. В принципе, это растение выглядело примерно вот так. И превратилось в настоящую веточку коралла. Да, соль тут видно прямо крупными кристаллами наросла. Солью покрываются не только растения, но и неосторожные насекомые, которые попали в эти негостеприимные воды. Вот как раз то, о чем я говорил. Саранча, которая либо угодила в воду во время полета, просто свалилась, либо уже просто в этом соленом болоте оказалась каким-то образом. И ей уже точно больше года. Потому что это взрослые насекомые. А последние умерли прошлой осенью. Но если присмотреться, жизнь есть и здесь. Смотрите, жук-чернотелка ищет что-то среди кристаллов соли на берегу. Он увлечен поисками и покидать соленое озеро не торопится. Я совершенно точно уверен, что эти жуки-чернотелки, в отличие от всех остальных насекомых, оказались тут не просто так. Ведь они не умеют летать. А расстояние до степи примерно метров 50-70. И они целенаправленно преодолели пешком это расстояние, которое для них, в их жучиных масштабах, просто гигантское. И они точно тут что-то ищут. Жизнь осваивает самые вроде бы неприспособленные для нее места на нашей планете. Степи и пустыни не балуют комфортным климатом и изобилием пищи. Но их обитатели сумели укрепиться здесь и встроиться в глобальный механизм жизни, который работает без сбоев уже миллионы лет. Правда, понять, как он работает, непросто. Но для этого с вами и путешествую я, Илья Долгов. Вперед к новым открытиям! Нас ждет еще много нераскрытых секретов. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова